всем большой привет с вами екатерина вяткина сегодня хочу приложить к вашему вниманию новую рубрику по уборке мотивация на уборку вот как я уже говорила что я нахожусь декрете и по-моему это очень актуально для любой домохозяйки до уборка глажка стирка и так далее вот и чтобы нам было проще это делать так сказать с мотивироваться вот я решила но вот эту рубрику вести на канале вот девчонки заранее хочу предупредить что у нас ремонт дома не сделан до конца то есть у нас отремонтирована только спальня наша детская ванна не до конца а вот зал с кухней у нас вот находится в таком состоянии вот поэтому если кого-то смущает моменты стройки ремонт и да пожалуйста выключайте это видео и может можно не смотреть его вот так как прошло уже три месяца после рождения моей доченьки вот и как и говорила начинают делать зарядку физическими упражнениями заниматься потому что все таки 40 килограмм 43 до скинула вот и кожа конечно она обвесла и нужно ее подтягивать вот тут я начинаю делать базовые простые упражнения потому что физической нагрузки у меня вообще нулевая физ подготовка да вот поэтому с простых и легких упражнений дальше я приступаю к очистке утюга вот могу записать отдельное видео по тому как я чистила скорее всего что я его в отдельный ролик сделаю вот при помощи зубной пасты я чистила и лимонной кислоты вот и то есть поэтому тягу у меня уже очень много ему 13 лет 14 наверное даже почти вот и вот впервые может сказать я его чищу так вот просто протирала иногда но это все равно не то а тут у меня нагар получается на подошве вот и очень хороший метод по очистке утюга подошву потом просто ну почти как новое можно сказать не новая конечно но почти что вот такой вот результат у меня получился более менее все равно и кстати более приятнее утюжить таким утюгом потому что подошва уже не зацепляется и из дырочек все таки из некоторых начал идти пар не до конца конечно но все таки шел вот дальше я приступила к матью машинки стиральной да вот этот кассета куда мы порошок насыпаем порошок и кондиционеры кладем вот написала себе список дел и когда моя малышка например спит либо просто играет да я что-то пойду сделаю в промежутках между сном и отдыхом дальше мы переместились с вами на кухню я начала убирать мусор смотрю как у нас ведро грязнющие в общем решила его тоже в порядок привести помыть весь мусор убрать или надеть новый мешок до под мусор тоже тут давно уже не заглядывала ужаснулась в каком состоянии вот кстати девчонки тут то на днях я заказывала массажные ежи ежи был тяжи сазона мне пришли покажу наверное вам в отдельном видео и маска антицеллюлитная тоже был для кожи для подтяжки да вот и сыворотку для роста ресниц потому что как-то у меня реснички еще стали вообще не очень как и волосы после известного вируса до волосы вообще сыпятся просто очень сильно вот дальше я снова вернулась на кухню вот и решила загрузить посудомойку собираю остатки мусора где-то накопилось за какое-то время вовремя конечно бывает что не успеваешь убрать до состава кастрюльку там помыть утром я стараюсь да конечно кашу варить модно на завтрак каша яйца отварные сыр вот бывает что не всегда убираю вовремя вот поэтому пока надюшенька у меня спит вот я решила загрузить посудомойку и помыть посуду то что нельзя мыть посудомойки либо то что не ушло мою вручную вот не полностью конечно посудомойкой пользуешься но вообще это конечно спасение для любой домохозяйки современной да вот после стиральной машины как я говорю посудомойка на втором месте по необходимости все таки вот и в общем то очень рада что мы ее приобрели и уже два года вот приобрели тоже так интересно два года назад я мыла посуду вот и видимо в общем то тарелка в общем у меня разбилась в руках вот и я порезал очень сильно пальцы и соответственно не могла ничего мыть вот это случилось под новый год поэтому было принято решение что нам необходимо посудомойка все таки вот поэтому мы ее в общем то и приобрели но потом я вошла во вкус и поняла что она просто необходима тем более раз мы живем в доме да и она просто необходима в том плане что экономит воду то есть что потом меньше откачивать из ямки вот здесь я запланировала уборку шкафчиков делать на сохранится крупа макароны там в общем то припасы так скажем вот тут у меня конечно тоже давно не заглядывала вот и решила все убрать ну начинаю вынимать все из шкафчика проверять по срокам годности в там смотрю рис уже давно старый уже задком даже пахнет и конечно избавляться таких продуктов нужно вовремя вот тут вот я достала пачку бронха чая faberlic очень он нам нравится он мягко действует но очень эффективно вот ко мне дочь подошла старшая это помочь но увидела что я снимаю видео в общем-то застеснялась ушка вот но здесь я начинаю протирать полочки шкафчики конечно у нас не новая мебель кухонный гарнитур то что имеется как начали жить молодой семьей в общем то то что нам отдавали то что досталось то мы сейчас и имеем вот ну ничего все наживается со временем и за такими за такую мебель тоже соответственно нужно ухаживать и поддерживать порядок обычно уборку я люблю проводить с музыкой включаю музыку и пританцовываешь и наводишь где-то порядке да здесь меня наденька проснулась вот поэтому нужно мне было скорее уже составить все обратно навести порядок еще мне нужно добраться до вот этой вот коробочки со специями пока поставила так вот а тут я вам показала что у меня имеется корзинка специальная с вкусняшками разными имея ввиду что пп либо малокалорийные либо без сахара какие-то вкусняшки там у меня были злаковые батончики фаберлик но кстати они мне не нравятся не очень жесткие и не очень хорошее качество на мой взгляд не понравились вот далее я решила залезть еще на сам шкаф потому что у нас там тоже какие-то коробки например от стаканов хранятся куда же их складывать пока они у нас хранятся на шкафу и соответственно там тоже нужно было протереть пыль посмотрела там давно уже тоже ним не было скопилось много пыли решила потерять просто тряпочкой но не оттирается поэтому с моющим средством отмыла там шкаф вот сейчас протираю то что на нем стояла блендер и вот коробки до стаканов какие-то вот запасные корзиночки вот и соответственно уберу на место дальше я переместилась и ванну не нужно было отмыть здесь раковину пользуюсь средством фаберлик мне на очень очень сильно нравится что девчонки что я запланировала брать этот шкафчик прибраться в нем я сделана сегодня заодно помыла еще наверху то что стоит ну вот так у меня получилось конечно в идеале бы сюда купить баночки подсыпучие чтобы все аккуратненько стояла но пока так как есть вот